Реконструкция аэропорта. Совсем скоро в Мурманске появится новый терминал. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Андрей Чибис и Сергей Рудаков. Самолет авиакомпании «Победа» прибыл в аэропорт Мурманска с новой ливреей. Мурманск – столица Арктики. Горжусь нашим городом. Хочу, чтобы больше людей узнало о нас. О наших красивых местах, реках, горах. Приезжайте к нам. Воздушное судно преобразилось не случайно. А повод для этого действительно важный – позиционирование нашей малой родины. Брендированный самолет будет летать по всей стране и за границу, что позволит жителям других регионов и стран узнать о столице Арктики немного больше. Борт авиакомпании – не первый самолет с такой символикой. Но дополнительная реклама нашего Заполярья пойдет только на пользу. Мурманск – столица Арктики. Это признанный факт. Теперь это факт и тезис еще и на самолете авиакомпании «Победа». И, конечно, это продвижение нашего региона, это продвижение города-героя, это продвижение арктического туризма. И это на самом деле очень важный элемент в продвижении Мурманской области не только на территории нашей страны, но и за ее пределами. По случаю торжественной встречи борта состоялось подписание соглашения о строительстве нового терминала в аэропорту Мурманска. Договор подписан между правительством области и компанией «Новопорт Холдинг». Фирма занимается управлением и развитием российских аэропортов. Это долгожданное событие – строительство нового комфортного терминала с рукавами, красивого, удобного для внутренних перелетов. Соответственно, мы договорились о том, что этот терминал будет построен в 2023 году. И это большое, важное долгожданное событие. Это уже не просто соглашение о намерениях. Есть очень четкая дорожная карта, четкий план. Подготовлена уже у коллег проектная документация. Строительство нового терминала необходимо для повышения пропускной способности аэропорта и для оптимизации зон обслуживания пассажиров. А также этого требуют авиаперевозчики. Терминал будет на самых современных технологиях, с двумя рукавами, с единой регистрацией, досмотром, с зонами отдыха перед вылетом. Не с накопителями, как в старых терминалах, а с зонами отдыха, с электронными посадочными талонами. Директор «Новопорт Холдинг» также отметил, что важность реконструкции аэродрома стоит выше, чем постройка самого вокзала. От рукавов не будет никакого толку при отсутствии перрона. А плохая полоса не позволит принимать самолеты. И именно поэтому ремонт аэродрома – первоочередная задача для компании. Общий объем инвестиций составляет более 2 миллиардов рублей. Администрация города также возлагает большие надежды на будущий терминал. Он должен поспособствовать развитию регионального туризма. Мурманск область, город-герой Мурманск, они действительно видят результат в экономике города, в формировании налогоблагаемой базы, связанной с туризмом, с ездным туризмом. Чем больше будет гостей у нашего прекрасного города, тем комфортнее будет наш город, тем ярче он будет. На совещании с руководством Новопорт Холдинг Андрей Чибис обсудил вопросы о развитии маршрутной сети аэропорта Мурманск. По результатам первого полугодия 2021 года пассажиропоток главной воздушной гавани Заполярья составил более 600 тысяч человек.